Лайла, Ирис, Шерис, Сэрис, а может просто чокнутая? Да-да, вы всё правильно поняли, до 6 сезона Леди Баг Суперкот ещё достаточно далеко, но это не означает, что можно на него забить и ждать только официальных громких новостей. И чтобы вам не скучать, искав всю информацию в интернете, я провёл много дней в поисках сбора всей и всей возможной информации о грядущем сезоне. И знаете, некоторая информация может даже вас шокировать. Допустим та, что Лайла, возможно не будет являться главным злодеем грядущего сезона. Но всё по порядку. Начнём с глобального, для понимания мыслей. Стало официально известно, что к моменту 27 февраля были готовы сценарии лишь первых 13 эпизодов 6 сезона. Вот так начи, тут меньше года до премьеры, а они только полсезона написали на бумаге. Но не буллинг ли это? Но много говорят на них всё так страшно. Так как бюджет новых сезонов увеличивается в несколько раз, то и работать можно над всеми аспектами сериала одновременно. Пока сценаристы дописывают 13 серию, аниметоры заканчивают с 5 и тому подобное. Помимо всего, стало более известно о процессе создания визуала нового сезона. Он будет кардинально изменён. Так Уэлфред Пейн объявил на фестивале Ванси, что 6 сезон будет пробуждением сценарной части и визуального оформления. 3D модели персонажа и фон изменятся, волосы и одежда изменятся, и некоторые студии больше не будут работать над сериалом, что, как заявляется, пойдёт сериалу только на пользу. То есть весь визуал будет чуть ли не полностью изменён. И да, традиционно для сотен и на сотен анимационных проектов в движок Майя, всё же практически или даже полностью будет заменён новым революционным Unreal Engine 5. Сказать, что невероятная новость? Ну да, апгрейд-то хороший, однако велик шанс потерять ту изюминку визуали, к которой мы привыкли уже, получается, будет аж за 9 лет. Как же без пряди волос, просачивающей текстурки, а? Но ценить же это сие мы сможем уже в конце этого года. Софициальщины пока всё. А теперь к более интересному. Теории. Изучая возможные теории к шестому сезону, я перебрал десятки тем и присмотрел десятки серий прошлых сезонов. Один из значащих для меня вопросов был, кстати, на главзлюки, то есть нового брашника в исполнении её. Пусть пока традиционно будем называть Лайлой. Хорошо, новый злодей, достойный злогад, манипулятор, ружец и, возможно, даже Милфа, хоть и очень сомнительная. Но не буду тянуть, и я задался вопросом, а почему она должна стать главным злодеем? Поэтому я посмотрел абсолютно все серии с её участием, чтобы понять её мотивы, её стремления и какое желание она хочет загадать, заполучив талисмана Леди Баг и Суперкота. Но я осознал то, что у неё нет мотивов. И действительно ли именно она должна стать главной угрозой для наших героев? Её первое появление в сериале дало лишь понять нам, что она просто лжец. Её цель была проявить впечатление на красивенького Адриана. По сути, к тому моменту её абсолютно не интересовали талисманы, герои и так далее. Даже Вальпина – это просто первый герой, на которого она наткнулась к книге про талисманов. Но придумывала историю, что от бабушки достался талисман Лисея, купила сувенир и пыталась так проявить впечатление на Адриана, видя с каким интересом он к этой теме подходит и как восхищается Леди Баг, то есть героиней. Но там произошёл облом, Леди Баг её забудила и Лайла стала ненавидеть эту героиню и по сей момент. Далее много-много историй, но итог таков, что её, как хроническую обманщицу, раскрывает Маринет и та выкидывает паспорт с именем Лайла и достаёт новый Шарис, заявляя, что война только началась. Привело это всё её только к талисману Мотылька и не больше. И вот после этой справки я хочу задать вопрос. Мы знали, что у самого первой активации Бражника у Габриэля была цель возродить жену. Понятная и даже хорошая мотивация. Методы так себе, но всё же злодеяние он совершал только во благо своей семьи. Как ни крути, но мы сочувствуем ему, даже несмотря на его буль на Парижа. Есть причина, по которой в какой-то доле мы бы хотели, чтобы он победил наших героев. Итог мы знаем, но это не столь важно. Но вот теперь у нас новый Бражник, Шарис. И вот вопрос, что она за злодей? Какие вообще могут быть у неё мотивы? Если в самой первой серии всё, что мы о ней знаем, она банщица и манипулятор. И никакой другой никогда не была. И все её поражения в сериале были только как вид кармы, а не как несправедливость. Зачем ей вообще нужны талисманы? Просто власть или доказать миру, какая она крутая? И именно это хотят нам показать сценаристы после 5 сезонов прекрасного Габриэля? Хоть и лоха. Не кажется ли вам, что это даунгрейд злодея? Вот и я о чём. Но перед тем, как приступить к самому интересному, время подкрепиться чем-то вкусным и полезным. И в этом нам поможет лидер полезных перекусов Байте. А их лимитированная коллекция Леди Баг Супер Кот не оставляет нас равнодушными. 4 вкуса батончиков и 3 вкуса печенья без сахара, лактозы, КМО, красителей и консервантов. Что ещё нужно для счастья? Это вкусно, полезно и миракулос. А всю другую полезную информацию о Байте вы найдёте в описании под видео. И теперь давайте просто поразмыслим, что такое это Шерис. И какой нам нужно видеть её, чтобы это не выглядело дёшево. Для каждого злодея нужна мотивация. И такая, чтобы мы её поняли и даже могли прочувствовать её. Были мысли по поводу бабушки, о которой она в первой серии своё появление упоминала. Раньше ходили теории, что та самая бабушка неудавшийся герой прошлого с талисманом лисы. Как-то было подобно с Хлой и её талисманом пчелы. И теперь внучка хочет мщения за унижение семьи. Ну понятно, что вся эта история с бабушкой это брехня ради брехни. Тут мы даже понять не можем, сколько у неё мам. А тут ещё и бабушки. И вот этот момент уже более интересный. Мама или мамы? Сколько их? И действительно ли из этих всех женщин хоть кто-то является её родной матерью? Ответа мы не знаем. Поэтому можно предположить, что она сирота с раннего детства. Это достаточно хорошо бы объясняло её поведение. Желание быть в центре внимания. И желание заполучить талисман божей коровки и чёрного кота. Для возрождения родной семьи и того, что было отнято у неё с самого детства. Да, это всё не так интересно и драматично, как история с Эмили, талисманом павлины и тому подобное. Но всё же более подходящая для нового злодея и мотивов его злодеяний. Мы видели, что она всё же отрешённая. Все те мамы, друзья из школы или колледжа. Это лишь иллюзия её жизни. Как мы видели, её личное пространство находится в какой-то стрёмном подвале. Откуда её настоящая личность перевоплощается в другие через эти парики. Это и объясняет её ненависть к Маринет. Маринет разрушила ту иллюзию гармонии жизни и эконцентризма, в котором так хотела быть личность Лайла. И повторюсь, только при каких-то глубоких и интересных обстоятельствах Шерис может стать главным злодеем 6 сезона. Иначе это будет выглядеть из серии «Я захвачу мир просто потому что я злодей, муахахахаха». Но только если действительно сценаристы пойдут на это. А вдруг нет? Что если я вам скажу, что Шерис может оказаться далеко не самым главным злодеем, по крайней мере 6 сезона? Почему я так решил? Давайте перечитаем официальный синопсис 6 сезона. Леди Баг и Кот Нуар должны столкнуться с новым врагом. Загадочным, тревожным, неуловимым. И в то же время близким им. Очень близким. Но они понятия не имеют, насколько близко. И вот вопрос. С чего это вообще Лайла вдруг стала такой близкой к нашим героям? Есть, конечно, одна теория из интернета, что одна из личностей Шерисов терётся в доверие к собине Тома Дипенчена, заявив, что она их потерянная дочь. И вот Маринетта Лайла станет сёстрами, и типа она такая, очень близко, близко. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Вот и я о чём. Хотя очень важен контекст именно этого понятия близко. И, к сожалению, в синопсисе он не указан. Я провёл много времени в понимании интерпретации этой фразы. И, конечно, обратился к первоисточнику для точной понимания слов. Но всё же это понимание близко может переводиться из первоисточника на английском, как близко ментально, и как близко находящийся в пространстве. И в итоге обратился уже к новомодному искусственному интеллекту. И он уточнил, что данная фраза в синопсисе всё же более вероятно означает близко ментально. Это не гарантирует точность 100%, но исходим из того, что имеем. А ещё это более усложняет понимание того, кто это. Кем является этот злодей? Очень близкий человек к Маринетту Адриану, Лайла, Шерис, вообще никак не относятся. Только если произойдёт сюжетный поворот, где новая личность Шерис может дружиться с нашими героями как новый человек. Она будет пайненькой, честной, типа откровенной, короче, как в Зое свой дебют. И только тогда можно её назвать уже близким для наших героев. И развивать от этого дальше сюжет. Сюжетный ход интересный, но это всего лишь теория. У слишком малой информации мы обладаем. Всё более верится, что сценаристы запарятся и выкрутят это всё Шерис на какой-то невероятный уровень, и она станет лучшим злодеем Миракулуса. Преспективы есть, но пока очень сомнительно. Я обязательно хочу услышать в комментариях и ваши мысли по этому поводу. Мы обязательно ещё обсудим этот интересный момент, связанный с таинственной Шерис. Вот так пару мелких деталей, а столько интересных теорий. Обязательно оценивайте видео своим лайком. Если хотите больше подобных теорий по шестому сезону до его выхода. А я желаю вам хорошего настроения. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Продолжение следует...